Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Целовали самые красивые женщины и мечтали убить суперзлодеи, коррумпированные генералы КГБ и террористы-фанатики. По фильмам о Бонде можно проследить, кого боялись, о чем мечтали и о чем спорили поколение зрителей. Как менялся агент 007 с 60-х до наших дней и из чего сложился образ самого прославленного шпиона в кинематографе, расскажем прямо сейчас. Идеальная прическа, аристократические манеры и обаятельная беспринципность. «Какова ваша страсть, мистер Бонд? Я человек бесстрастный?» Отвечает он злодею Ларго из операции «Шаровая молния», провожая взглядом очередную красотку. Писатель Ян Флеминг в своих романах сочетал несочетаемые жанры. Его шпионские детективы были смешными и остросюжетными одновременно. Чтобы снять такое кино, требовались особые обстоятельства, и они сложились. В начале 60-х, когда Гэри Зальцман и Алберт Брокколи решили экранизировать «Доктор Ноу», Флеминг еще был жив и принимал в работе над фильмом самое деятельное участие. Например, отверг кандидатуру Роджера Мура, который показался писателю слишком юным и слащавым. Шон Коннери на кастинг попал случайно, но сразу очаровал продюсеров. Первые шесть фильмов с Коннери стали каноном будущей бондианы. Каждый следующий бонд берет что-то от Коннери. Роджер Мур делал ставку на работу «Бравеами» и «Юмор». Тимоти Далтон стал первым по-настоящему серьезным бондом. Сдержанный Пирс Броснен начал вроде бы в духе своего предшественника, но в итоге все равно сорвался на комедийный тон. Ближе всех, пожалуй, оказался Дэниел Крейг. Его бонд приковывает внимание, потому что похож на хищника. В Коннери при всей его сдержанности чувствовалось то же самое – животное обаяние и опасная загадка. Бонду нужны море, солнце, красивые женщины и карточный стол, за которым можно блеснуть в смокинге. Впрочем, он отлично смотрится и с голым торсом. В юности Коннери увлекался бодибилдингом. Коннери убедителен в любом антураже. И особенно символично, что финалом его карьеры на посту агента 007 стал ремейк «Шаровой молнии» под названием «Никогда не говори никогда». Там 53-летний Коннери закручивает роман с 30-летней Ким Бейсингер. Никто не думал, что однажды Джеймсом Бондом станет парень из австралийской глубинки. Не подозревал об этом и сам Джордж Лезенби. Будущий 007 служил в австралийской армии, торговал подержанными машинами, а в 25 лет рванул в Лондон, но не ради карьеры, а вслед за девушкой. Там ему посоветовали устроиться моделью. Довольно скоро выяснилось, что выбор был правильный. Статный красавец из глубинки начал получать самые высокие гонорары в Европе. В фильм о Бонде он попал прямо с вечеринки. Кто-то из тусовщиков упомянул, что вскоре будет кастинг. Лезенби решил развлечься, подстригся по последней моде, узнал у Барбера, где Шон Коннери шьет костюмы, и явился к продюсерам без приглашения. Окончательно Лезенби покорил продюсеров, вырубив на пробах главного каскадера ударом челюсть, как в армии научили. На секретной службе доверили Питеру Ханту, который до этого участвовал в съемках Бондиана на вторых ролях. Картина стала его режиссерским дебютом. Хант хотел сделать принципиально нового Бонда. Никаких гаджетов, никаких реактивных автомобилей, только драма и реализм. Критике это не понравилось. Многие даже утверждали, что такой подход убьет франшизу. Христую серию Бондиана снимали в Англии, Швейцарии, Португалии. И драмы, если верить газетам, на съемочной площадке было не меньше, чем в сценарии. Лезенби изводил партнеров и продюсеров капризами. Невесту Бонда играла Диана Рик. Лезенби она описывала так. «Я не могу больше потакать его одержимости самим собой». Был 1969 год. Год психоделической революции и свободной любви. Бонд много дрался, назначал женщинам свидание на одну ночь, собирался жениться на дочери влиятельного мафиози и спасал мир от злодея-аристократа, промывавшего мозги невинным девушкам при помощи наркотиков, аудиогипноза и цветных проекций. Роль Бонда, его первая большая роль, принесла Лезенби номинацию на «Золотой глобус». Но к тому времени ему все надоело. На премьере он выглядел как хиппи, борода, длинные волосы. Уговорить его побриться продюсерам не удалось. Он почему-то был убежден, что Бонд устарел и повредит его карьере. А денег он сможет заработать, снимаясь в рекламе. Позже Лезенби с сожалением признавался, что его менеджер советовал завязать с Бондианой и все время говорил, что будущее за Клинтом Иствудом и Брюсом Ли. Моджер Мур играл Бонда долго, с 1973 по 1985. Прежде чем поступить на службу Ее Величества, он уже попробовал себя в похожем амплуа, в сериале «Святой», где играл международного авантюриста Саймона Темплера. В роли Бонда Мура ждали более странные приключения. Все 10 лет продюсеры подвергали франшизу экспериментам. «Живи и дай умереть» первый фильм с Муром вышел в 1973. Бонд отправился в Гарлем бороться с агентами карибского диктатора Кананги. В «Живи и дай умереть» у Бонда впервые появляется темнокожая подружка. В 1974 на фоне нефтяного кризиса выходит «Человек с золотым пистолетом». Мелодраматический злодей Скороманга намеревается завладеть технологиями изготовления солнечных батарей. Холодная война при этом в самом разгаре. Советско-американские переговоры по ядерным вооружениям затягиваются. Кажется, что мир балансирует на грани апокалипсиса. В 1977 сценаристы Бонда откликаются на происходящее шпионом, который меня любил. Злодей Стромберг захватывает советские и британские атомные субмарины, а Бонд пытается их вернуть вместе со своей напарницей и любовницей, майором КГБ Аней Амасовой в исполнении Барбары Бах. Амасова не скрывает, что собирается прикончить Бонда после завершения операции. Это своеобразная метафора зыбкого мира между Востоком и Западом. На выход «Звездных войн» и моду на научную фантастику продюсеры Бондианы в 1979-м отвечают лунным гонщикам. Роджер Мур меняет смокинг на скафандр. Злодей Дрекс похищает ракеты НАСА, чтобы уничтожить население Земли специальным газом и заменить его на более совершенную расу. Сценаристы то ли вдохновили, то ли предсказали космическую гонку вооружений, которую президент Рейган официально начнет четыре года спустя. Только для «Твоих глаз» появляется Маргарет Тэтчер, вид на убийство в конец эпохи Мура. Фильм идет в ногу со временем, сюжет закручен вокруг секретного микрочипа, но Мур за этим временем уже не успевает. Он выглядит ходячим анахронизмом. В великолепной шестерке кинобондов Мур всегда отводил себе скромное четвертое место. Но его челюсть была самой квадратной со всю историю франшизы, а выговор и манеры самыми безупречными. Поэтому «Бонд» Роджера Мура до сих пор остается эталоном для новых воплощений агента 007. Продюсеры «Бундианы» охотились за Тимоти Далтоном долго. В 68-м Далтон заявил, что не чувствует себе сил. «Я не хотел играть Бонда после Шона Коннери. Он был слишком хорош, даже великолепен. А мне было 24 или 25, и я еще не дорос. Я следил за Вундианой с самого начала, и тут мне предлагают заменить Коннери». В 80-м Далтон отказался, потому что ему не нравился легкомысленный тон, который приобрела франшиза. Он превратился в агента 007 только в 86-м. 59-летний Роджер Мур ушел на пенсию, а Пирс Броснан, который должен был его сменить, оказался занят на съемках сериала. От пародийности Далтон сразу постарался избавиться. Ни характерных шуток Мура, ни его вздернутых бровей. Бонд Далтона ближе к герою романов Йена Флеминга. Он не супергерой, а суперагент, шпион, преступник на службе у государства. Краткий период, в который Далтон был на экране агентом 007, стал переломным для мировой политики. В искорах из глаз все еще действуют генералы КГБ Пушкин и Гоголь. Но к 89-му году противостояние восточного и западного блоков перестало быть значимым, и реальность второго фильма больше похожа на ту, в которой мы живем теперь. По меркам боевиков конца 80-х, Бундиана с Далтоном оказалась недостаточно динамичной и жестокой. В этом смысле попытки Далтона придать образу 007 глубины оказались не кстати. Франшиза дорастет до них только через 20 лет. Дэниел Крейг найдет, наконец, нужные равновесия между внутренней драмой героя и запросами массового зрителя. За это время рухнула берлинская стена, развалился Советский Союз, британская разведка осталась без врагов. Джеймсу Бонду предстояла конкуренция с героями боевиков. Пирсу Броснану спасение франшизы. В заставке «Золотого глаза» рушатся памятники вождям и разбиваются о землю серпы и молоты. Бандиты, коррумпированные военные и гениальные программисты – вот и все, что осталось от СССР. Противостояние старомодной британской разведке преступникам нового типа – элитмотив всех фильмов с Броснаном. При этом он идеально попал в образ, описанный Флемингом. Спокойный и чуть ироничный взгляд серо-голубых глаз. Короткая непослушная прядь черных волос над правой бровью. Когда Дэниела Крейга выбрали на роль Бонда, случился скандал, вплоть до массовых призывов к бойкоту в интернете. Крейг мало напоминал аристократа Коннери или красавца Броснана. «Вы носите костюмы, потому что думаете, что так надо, но носите их с таким презрением», – говорит ему при знакомстве героиня Евы Грин. К тому же Крейг сразу заявил, что хочет добавить своему персонажу эмоциональности. Из убийцы, который прячет чувства под непроницаемой маской джентльмена, 007 стал убийцей, у которого это плохо получается. Он дерзит начальству, убивает подозреваемых, временами делает грубые ошибки. В Крейговском Бонде есть что-то инфантильное. К слову, 2 марта Крейгу исполнилось 55. Он впервые надел смокинг суперагентов в 37. Как и агент 007, с женщинами Крейг тоже знакомится на работе. В кино он и встретил главную любовь в своей жизни. В 2010-м Крейг и Рэйчел Вайс сыграли мужа и жену. Влюбились сразу же, позже поженились. Сейчас пара воспитывает общую дочь. А тем временем появились слухи о поиске актеров в возрасте до 30 лет на роль нового Бонда. Продюсеры ищут Бонда помоложе. Но это уже совсем другая история. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.